Эти два дня куклы вышивали на каждую куклу, на три часа выходила. Здесь каждая вещь уникальна, существует в единственном экземпляре и выполнена вручную. Необычный макет Ассамблеи народов Казахстана подготовили умельцы Сатаро-Башкирского центра. Рядом расположились картины молодых художников и национальные костюмы. Все работы выполнили мастера-любители. Они представили свои изделия, сделанные вручную, и вышивка гладью, крестом. Вот когда-то мы занимались этим, и вдруг вот в этой школе, оказывается, преподают. И очень отрадно, что не забыто это вот истинно народное, старинное, русское, славянское, украинское. Вот это прикладное искусство, их изделия. Мастера были готовы научить премудростям своего ремесла всех желающих. Представители культурных центров на суд зрителям предложили больше 200 работ. Картины молодого художника Дамира Касьянова сразу заинтересовали публику. Они словно живые отмечали зрителям. Я на данной выставке представил работу свою, связанную с моей диаспорой. Называется она «Под звуки гармонии». Это работа, вот она. На ней я постарался показать обличие, одежду своего народа, мотив того танца. Разнообразие предметов коллекции и высокое мастерство их исполнения вызывали восхищение не только у посетителей выставки, но и у специалистов в области искусствоведения. И этими работами, вот, в Ардабасе украшалась юрта Назарбаева. И потом второй раз, когда проезжал президент Турции, Назарбаевская юрта тоже украшалась этим уже. И третий раз украшалась юрта, когда проезжала Беназик Пхута, глава Пакистана. Картины, изделия из войлока, необычная резьба по дереву шемкенские умельцы удивили. Организатор выставки областной татаро-башкирский центр отметил каждого мастера. Ведь вместе им удается возрождать мастерство предков. Екатерина Попкова, Эльдар Женусканов, Константин Гавшев, информационная служба, телекомпания «Утрар». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...